Итак, всем привет, с вами Дубге. Продолжаем играть за королевство Франции в Кайзаре Дакс. В прошлой серии мы успешно закончили Вильдкрик. Я бы сказал, наши абсолютные победы. Немцам не досталось ничего. Забрали мы всю Францию. Канаде мы доставили всю Британию. Ирландию забрали, Исландию, Чили. Все, что можно было забрать, все мы забрали. И нашим союзникам дали. Я только не уверен насчет этих ребят. Стоит ли нам отдавать им Италию? Ведь я не заметил, чтобы они сильно... А ну вот, смотрите, они смогут... А вот, видите, они нейтралитет взяли. Хотя могли кому-то и присоединиться. Было бы приятно, если бы они зашли в Антанду, тогда я бы отдал им юг Италии. Но так как они сюда не заходят, удача им его получить. Вот, наша армия вот сюда отправляется. Вторая армия вот сюда. Ну, новая вторая армия. Все наши гарнизоны здесь уже не нужны. Потому что, ну, у нас уже здесь нет угрозы. Наши морпехи отправляются в Африку. Наши танки отправляются вот сюда. Будут они пытаться пробиться здесь. Приказ, конечно, сейчас выглядит хреново, но мы его поправим. И не будем нажимать. И у нас единственное, что остается, нам нужно прикрыть себе юга. Потому что, как вы можете видеть, вот здесь вот это все Рекспакт. Марокко мы окей захватим, но здесь тоже нам нужны дивизии. В теории нам советники, кстати, могут помочь, но ограниченным количеством своих дивизий. Нам, следовательно... Выяснилось, эксплуатацию у меня были дивизии, но, видимо, нет уже. Нам, следовательно, нужно будет создать новые дивизии. Причем, скорее всего, это будут верблюды. Невероятно, да. И для этого мне нужно будет, наверное, сделать вот так. Да. Давайте делаем так. И будем сейчас создавать кавалерию из верблюдов. Воевать и в Африке. Кроме того, гарнизоны... Ну, это не просто так мы потеряли опыт. Гарнизоны мы сделаем максимальное с военной полицией. И здесь максимальной кавалерии. Поехали. Хотя я тут немножко посмотрел. Знаете, как-то... Блин, место здесь и так не очевидно все показывает. У нас пустыни только на Севере. Здесь-то пустынь не так уж и много. Даже здесь, видите, равнины, честно говоря. Не сильно-то нам поможет вот здесь верблюды. Да. Как бы это не было смешно. Ну, ладно. В любом случае мы XPU инвестировали вот сюда. Мы неплохо сейчас подэкономим manpower и оружие вообще. Надо еще подумать, что мы сюда сейчас будем троллить. В любом случае, воевать мы будем далеко не сейчас. С Германией нам нужно еще остановиться. У нас здесь еще куча фокусов. Надо все это переварить. Мы все-таки все это только захватили. Тут еще сопротивление даже какое-то где-то будет. Нам еще очень много чем не заниматься. Но надо понимать, что следующая наша война, и она будет не так что и далеко, будет именно с Германией. И, возможно, потом с Россией. Посмотрим. Поехали. Ладно. После некоторой дедукции я понял, что для джунглей больше всего подходят морпехи. Поэтому они туда, скорее всего, отправятся. И, значит, не знаю. Возможно, мы здесь вообще ничего не оставим, либо оставим какой-то минимум. Подумаем еще, посмотрим. Просто сильно туда много чего отправлять не хочется. Здесь у нас не так много чего есть. Хотя, слушайте, на самом деле есть. Тут инфраструктуру настроил. Есть тут что-то. Расскурки вообще много где подстроили, видите, на ресурсах. Будем сейчас, короче, думать. Самое главное сейчас пойдет переварка Франции. Поехали. Последнее итальянское государство. Ну, ребята, ваше королевство Италия из Южной Италии. Удачи. А где наша Франция? Где наш фокус? Я фокус отменил, чтобы быстрее новый взять. Где он? Судьбы пошли всякие. Ну, все дефолтно. Делаем из всех марионетки. Ничего абсолютно нового. Вот. Исландия. Гаити. Южная Италия. Обе Сицилии у нас появляется. Кстати говоря, вопрос. Обе Сицилии. Что с ними будет? Они сейчас будут все фокусы с нуля начинать. И второй порядок. Ага. Прикольно. Ну, посмотрим, что там они сделают. Просто если они могут объединить будущие марионетки, тогда даже забавно. Пускай тогда не объединяет Италию. Почему бы и нет? Объединить Италию под нашей марионеткой приятно выглядит. Здесь, кстати говоря, микровойна еще остается. Прямо в нее нас и призывают, да? Да. Против Турции еще, кстати говоря. Давайте поможем нашим ребятам там. Так вот, авиацией. Острею отодобьем. И потом с Турции тоже. А, ну почему потом? Зачем потом, когда можно сейчас? Высадка никому еще не вредила. Ну, никому из нас. Нашим врагам, конечно, она вредила. А вот и этот ивент. Подъехал, наконец-таки, освобождение. Будет убрана идея антикоммунарского настроения. Будет добавлена послевоенная разруха, административный хаос. Скорее всего, Франция выполняет фокус освобождения. Регионы станут национальными. И столица переносится в Иль-де-Франц. Получается, кстати говоря, популярность вот эти краткие диалоги, которые были во Франции до нашего возвращения сюда. И нужно подумать, куда мы пойдем. В первую очередь. Здесь есть хорошие фокусы. Вот по вот этой послевоенной разрухе и все вот это. Давайте, наверное, сюда и пойдем. Нам бы сопротивление подбить. Ну ладно, давайте вот, да. В первую очередь сюда. Поехали. Еще можно, наверное, перестать строить инфраструктуру. Вот эту, да, смешную. И в этих военных заводах тоже. Хотя, в принципе, можно было бы их строить. Но нам надо, во-первых, будет починить всю Францию. А во-вторых, здесь построить... Здравствуйте, слушайте, наш этот радар покрывает, блин, всю Германию. Нам здесь радары не нужны. Хабиабазы не нужны. Пускай строили. Как строили здесь, так пускай и строят. Потому что здесь у нас все равно наша национальная территория. Ну, практически. Война 8-й антифранцузской коалиции. Когда вызванные Франции предсказали 3-ю французскую империю. Возвращение империи в Европу. Восьмая антифранцузская коалиция. Германия, Россия, Британия, Канаде. Что? Выглядит как не что-то подходящее. У нас не Бонапарты, ребята. А вот у нас появилось и сильно социалистическое сопротивление, о котором я говорил. Вот здесь мы его уберем. И если здесь где-то тоже вот разных фокусов, вроде как есть бой с сопротивлением. Но самое главное вот здесь вот. Давайте до сюда дойдем. И уберем себе политическую и экономическую стабилизацию. У нас здесь, смотрите-ка, интегрировать как департамент. Национальная гаяна, да. Французские карибы, да. Это все. У нас еще полторы тысячи политики, ребята. Куда нам ее потратить? Кстати говоря, я военную экономику так и не поставил время войны, что ли? Сейчас вот это позор. Канада, кстати говоря, не спешит восстанавливать Британию. Но скоро должна, в теории. Так, жилье бездомным. Заброшенных офисов возрастет. Нет, конечно, мы будем в новые лагеря. Политки у нас, господи, бесконечность. Сколько надо будет потратить, столько потратим. А вот с поддержкой нашей авиации, наконец-таки добивают последнее австрийское сопротивление. Ну и пора уже капитулировать. Да. Здесь, говорят, даже есть варскор, но нет, мы здесь не будем ничего делать. То, что хочет, это берет. Кстати, говорят, Турция. Мы не успели даже в Турцию высадиться. Греция отобрала у них кусочки. Ну, пускай. Без разницы. Так, все, эти парни здесь не нужны. Возвращаются они тогда в Марокко. Тут готовятся к атаке на Марокко. А потом переброски на юг. Здесь, кстати говоря, вот эти ребята тоже что-то перебрасывают. Да, видите, сюда кто-нибудь еще придет. Но через миллион лет. Вообще, кажется, если посмотреть на вот эти планы союзников, то тут безумное что-то происходит. Мы еще и типа должны терять стабильность. Но так как у нас плюс полтора процента от нашей вот этой идеологии марасизма, то мы все равно в плюсе. Кстати, Германия воюет еще и с Белградским пактом. Правильно же это? Да, Белградский договор точнее не пакт. Так что у нее достаточно тяжелое время. Но мы не будем. Я бы вообще предпочел не вмешиваться в этот конфликт, пока не будет там победителя. Не хотелось бы мне просто-напросто потом делиться Варскором. Просто одну войну повоевать. Но посмотрим, как будет. У Прискова был совершен выстрел и он умер. Грустно, грустно, что поделать. Судьба социалистических бюрократов. Сбавьтесь от них, умеренно ослабнет, либо несколько ослабнет. Я думаю, умеренно. Мы просто больше политики и людских ресурсов потеряем. Но это пыль уже. У нас уже хватает людских ресурсов. Да и политики бесконечность. Венгрия обосновывает войну против Вилерия. Вроде как это безопасно, так что пускай. ССР опять. 100 политики опять отдаем. И забираем себе опять тех же самых советников. Нашу экономику, остальное нам не сильно интересно. А вот, Сыдинное Королевство поехало. Ну-ка, прибытие знанников, окей. И вот, Британская империя возвращается в свои острова. И так, ну-ка, инвестиции к фабрикам. И у них, видите, тут куча проблем. После военного разрушения дает минус. Ух, солидные дебафы. Здесь тоже дебафы. И здесь. Ну, сейчас будут заниматься, тоже восстанавливаться. Ну, и мы сейчас переварим это все. Причем у нас промышленность военная сильная. Кстати говоря, при этом Германии еще сильнее. Но мы тащим качество. Вот, и со всеми нашими союзниками, со всей этой новой промышленностью, я думаю, мы сможем Бибритании, точнее Германии дать нормальных таких пизделей. И что вообще США собираются делать, я вот не понимаю. Новый интервенционизм. И как будто они могут... Ага. Но они в фонтанду пойдут. Сто процентов. Все. А США с нами. Сто процентов. Это хороший знак. О, сопротивление ослабевает. Мы еще тут различные фокусы туда идем. Думаю, скоро избавимся от него. О, вот и появились кнопочки, как я и говорил, на политку. Чтобы национализировать территорию. Только можно одну, окей. Ну, одну так одну. А вот здесь можно не одну. Устанавливаем промышленность. Получаем солидненько так. Поддержать британцев. Ну-ка, что это такое? С огромным ущербом. Столько помощи, сколько сможем. Давайте. Мы можем позволить себе больше. Давайте. Что это даст нам? Надеюсь, что то, что мы увидим. Нет, но надеюсь, что это даст. Жестокое сопротивление. Закройте на это глаза. Поддержите их. Ну-ка. Ага, ага. Жестокое политики. Из-за возможности неудобства. Справьте ситуацию. Закройте на это глаза. Их процент здесь справедливый. Поддержите их. Ну, души максимально. Сопротивление. 100%. Как тут, гаити остановились. Но это не важно. Важно то, что мы делаем. Очень много дивизий. Детямо к полномарштабной войне с Германией. А затем и с Россией. Мы делаем, конечно, много танков. Но там не все так просто. Я еще, кстати, огнеметные танки хочу в наши обычные дивизии тоже засунуть. Ну, я думаю, до этого дойдем. Сколько нам нужно? Нам нужно, да, еще тысячу. Ну, производим потихоньку. И таким образом наши дивизии станут прям супер элитные. Каждая. Не сейчас уже мощные. Но с этим будет еще лучше. Потихоньку тут восстанавливаем различные стейты. Делаем их национальными. Восстанавливаем. Тут еще поддержка войны и стабильность. Но у нас этого и того дофига. Но самое главное национализировать в Провке. Это даст нам и больше мэнпавера. Что очень полезно. А еще это даст нам кучу заводов. Потому что сейчас мы только частично получаем все эти заводы. Я думаю, мы, кстати говоря, интегрируем все заводы. И станем, ну, примерно как Германия. Так, полезная коммуна тоже. Что нам тут можно сделать? Несколько ослабнет? Либо ничего? Нет. Полностью ослабляем. Все, что можно на ослабление. Все нажимаем. Не волнуемся. Стабильность. Все остальное. Все поднимем. Все восстановится. Главное от любого сопротивления полностью избавиться. С этим вот тут еще сет видимо национализировали. И у нас появился еще один вариант восстановить город Кан. Судя по всему, мы тут будем восстанавливать стейты. И потом еще будут какие-то промки появляться в них. Это приятно. Нас приглашают в войну с Федерацией Раджи. И я это сделаю. Война экономика все еще поставить не могу, к сожалению. Это очень большой минус того, что я ее не сделал. О нее все-таки забыл просто-напросто. А авиабаз у нас здесь нету, господи. Я собирался авиабазы послать. Ну, точнее, самолета послать. А авиабазы нужны были для этого. Давайте отправимся морпехов. Может, они еще успеют? Туда пройти, может, нет? Ну, если авиабазы появятся, то тоже. Как бы авиабаза недалеко здесь. Мы туда отправим еще авиацию. А авиация тоже нафига делов делает. Так, работы с возвращенцами. Двух миллионов сбежало. Ну-ка. Комитеты. Что это такое? С максимумом ячейки минимум стабильности. Ага, я понял. Я, типа, вижу вариант. Этот, наверное, лучший. Максимум ячейки для строительства. Почему бы нет? Ну да, видите, я что-то еще восстановил. У нас появилась теперь новая кнопка. Инфраструктура, фабрика. Полезно. Мы так реально, как я и сказал, неплохо так восстановимся сейчас по промышленности и догоним Германию. Так, тут вне кадра у меня была нереальная борьба с игрой. У меня она вылетала каждый раз 7 марта. Здесь в Сирии объявлялась война Ливану. Он восставал. А, нет. Я думал, что я победил игру. Но, как вы можете видеть, я не победил игру. Он восставал, я его аннексировал. Я думал, что все кончено. Нет, игра не сдается. Итак, еще одна попытка. Я аннексировал. Господи, только я аннексировал. И... Секунду. Нельзя давать боту без паузы. Давайте здесь еще раз сохранимся. Господи, как же тяжко с этой игрой. Ну, с модом, я предполагаю. И... Будет ли вылет? Да, будет. Что ж. На этом, я думаю, можно эту партию совершить. Дальше она не может пройти просто. Там начинается вот эта война. Видимо, какие-то ивенты параллельно происходят. Но она вылетает. Я пробовал аннексировать одну страну, другую, в третью, в четвертую что-то сделать. Но не получилось у меня. Так что мы возвращаемся в игру до этого злополученного момента. И на этом партию мы завершим. Представим себя где-то в голове, нафантазируем, что мы в итоге вернем здесь. Эльзас, Германию, Британию победим. О, Британию. Россию победим. Потому что так или иначе это бы подходило. Здесь у нас доминион мы бы добили. Но, к сожалению, игра нам не дает это увидеть. Вот. К сожалению, к нам США еще тоже скоро вступит. Так что, в принципе, наша Антанта может полностью мир себе починить. И установить в нем демократические или не совсем порядки. И их удерживать еще очень долгое время. А с вами был Дубгай. Жаль, что приходится так заканчивать. Но, как уж получилось. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok